Даниил Ажиженко занимается спортом всю сознательную жизнь и всегда хотел побольше узнать о горнолыжном спорте. И вот его мечта о горах сбылась. Вместе со своими сверстниками Даниил приехал в высокогорный Дамбай на отдых из маленького села Половинкино Старобельского района Луганской области. И его восхищению нет предела. Мне понравились горы. У нас такого нету. Просто первый раз в горах вообще. Тут даже воздух чистый. Легко дышится тут. Даже с крана вода вкусная. Ух ты! Что из еды успел попробовать и что больше запомнилось? Варенье из шишек. Это вообще просто. Не знаю, у нас просто такого не делают. Здесь оно, ну, не могу просто не описать реально. Это вкусно, сладко. Просто бальзам для души. Валентин Жмут на Кавказе не устает восхищаться красотами, что открывается ему из окна отеля. Но главная его мечта увидеть горы с высоты птичьего полета. И это реально, ведь ребят из Луганска еще ждет увлекательное путешествие по высокогорному Домбаю. Больше всего мне понравилась елка, стоящая посредине улицы. Особенно горы понравились. Они так завораживают. Особенно когда с самого утра. Что успела из еды попробовать? Черчелла, мармеладки. Мне очень понравились все. 45 детей из Старобельска прибыли на зимние каникулы в детский лагерь поселка Домбай, где для их проживания созданы самые комфортные условия. Карачаево-Черкесия взяла шефство над Старобельским районом и уже не первый раз принимает на отдых луганских школьников. И пусть ребята приехали поздно ночью, из окон автобуса не успели составить представление о красотах Карачаева-Черкесии. К сожалению, когда мы уже подъехали к республике, уже было темно. Но все равно мы очень, когда приезжали по городам, очень впечатлили мечети. Очень красиво, особенно когда они светились. Это было вообще замечательно, прекрасно. Жалко, что не получилось пофотографировать нормально, потому что с автобуса ехали. Ну, в общем, а так, ну, шикарный вид. Жалко, что темно было. К нам приехали 50 деток из Старобельского района Луганской народной республики, Карачаева-Черкесская республика и Старобельский район. Это побратимы. И они у нас частые гости. В этот раз детки приехали, и для них подготовлена такая новогодняя досуговая деятельность. Смена называется «Территория волшебства». Такую вот сказку новогоднюю в этот раз мы для них подготовили. Встретили ребят в Дамбай, как полагается. По приезде их ждал праздничный ужин и знакомство с местом, где они проведут целых 10 дней. Потом в концерт, в ходе которого творческий коллектив «Тибердинка» на языке танца рассказал об обычаях народов, проживающих в нашей многонациональной республике. А приглашенные ведущие ни на минуту не давали ребятам скучать. Песни, викторины, флешмобы, улыбки и смех – такая атмосфера останется у них в памяти надолго. Песня «Тибердинка» На такой приятной ноте с прекрасным настроением каждый из ребят спешил передать привет своим родным. Привет, мам, привет, пап. Передаю вам привет из высокогорного Дамбая. Передаю вам привет, поздравляю с наступающим Новым годом, с Днём Николая Чудотворца. Мам, пап, привет из прекрасного города Дамбая. Передаю привет моим родителям и друзьям. Даю привет своим родителям и одноклассникам. Передаю привет своей маме, папе и родственникам, одноклассникам и любимым учителям. Впереди у ребят насыщенные дни и увлекательная программа. Но куда же без сувениров на памяти сладких новогодних подарков. Мария Репала, Леван Задзамия, Архиз 24